Добрый день! Сегодня 5 апреля и пришло время подвести итоги моего эксперимента о влиянии качества воды на укоренение черенков винограда. Кто не смотрел предыдущий ролик, давайте я вам об этом напомню. Сама идея этого эксперимента родилась в прошлом году, когда я на канале Юрия Егоручина увидел такой ролик. Назывался он, по-моему, «Никогда не делайте этого, никогда не укореняйте на талой воде». Меня это зацепило. Я три года укоренял подряд на талой воде. Была у меня переписка, дискуссия с Юрием. Он привел некие физиологические аспекты, почему он так думает. И мы договорились, что я в этом году проведу эксперимент. Сказано, сделано. Суть эксперимента я показывал в предыдущем ролике. Кратко повторю. Четыре баночки и четыре воды. Водопроводная вода, вода талая, вода покупная из автомата и вода с родняка, с деревни Каблуково. Радикально отличается только водопроводная вода, потому что она очень жесткая. 28 градусов Бранд, общая жесткость 11, карбонатная. Остальная вода мягкая, с родняка 6 градусов, талая, понятно, почти дистиллят. И покупная водичка, там тоже какие-то фильтры стоят, по-моему, мембрана космоса, сольобменники, угольный фильтр. В общем, такая прям чистая-чистая вода. И вот, прошел 21 день и как бы три недели считается нормальным сроком для укоренения черенков. И давайте посмотрим на результат. Вот правда ли, что нельзя укоренять на талой воде или все-таки это миф? Сначала давайте посмотрим в баночках, потом я выложу на стол и сравним. Так, первая баночка, на мой взгляд, это самый лучший результат, это родниковая вода. Здесь уже корешки, видите, какие большие, борода целая, пошли корни второго, третьего порядка. Второе и третье место уверенно делят покупная вода. Это из автомата, я думал, это вообще мертвая вода. Нет ничего, талая, ничем от нее не отстает. Посмотрите, внимание, какие корни. А вот водопроводная вода с высокой жесткостью, видите, даже здесь от кальция на лед остается практически результат. Я считаю, по сравнению с предыдущими, нулевой. Теперь давайте выложим все это на стол. При таком варианте осмотра совсем становится очевидно, что реально лучший результат показывает родниковая вода и вода покупная, пропущенная через фильтр. Дальше талая вода уверенная, такое третье место, хорошие корни, хороший процент укоренения. Ну и так, похуже, плохенько, вот она, водопроводная вода. Какой я делаю вывод? Что для укоренения подходит любая чистая вода, мягкая. То есть вода с большим содержанием кальция гораздо хуже, чем вода умягченная. То есть родниковая вода, покупная вода, даже талая вода. Если вы боитесь одну талую воду, можно ее смешать с небольшим количеством водопроводной. Но меня результат устроил. Ну вот, сейчас все саженцы переведены в землю, накрыты пакетиками. 4-5 дней они постоят и уже будут готовы встать на солнышко, под свет и будут ждать своих новых хозяев. На этом все. До свидания. Не бойтесь укоренять, это на самом деле очень просто. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok